Время инжиниринга, нанотехнологии, генетики и все большего погружения в виртуальность. Мир уже никогда не станет режним. Официантов, охранников и даже юристов заменят роботы. Мы пересядем на электромобили, а холодильники будущего сами начнут заказывать еду. Стремительное развитие технологий также стремительно изменит не только наш образ жизни, но и перевернет рынок труда. 90% профессий, которые будут доминировать на рынке труда через 5 лет, сегодня просто не существует. Восьмичасовой рабочий день – это прошлое. Человек начнет сам решать, сколько ему работать и сколько зарабатывать. Учиться будем постоянно. А наше будущее портфолио – это огромный список микрокарьер. Приходит время профессий на стыке наук. Это симбиоз профессий на стыке аналитики, изобретательства. То есть сегодня мы можем только догадываться о том, какие профессии на самом деле будут доминировать. Дизайнеры и архитекторы заменят циркули и линейки на такого рода современные девайсы – очки дополненной реальности. Они помогут убедиться в том, что, скажем, дизайн будущего дома будет именно таким, как этого хочет сам клиент. Поменять строительные материалы, поэкспериментировать с цветом или же с элементами дизайна – технологии открывают поистине безграничные возможности. Причем безграничные возможности в любой специальности. Хирург во время операции увидит в таких очках важную информацию о состоянии пациента. Риэлторы предложат услугу, когда, прогуливаясь по микрорайону и не заходя в квартиры, вы будете знать их состояние и стоимость. Это на сегодняшний день очень такой, как мне кажется, прототип. То есть в будущем это, мне кажется, будет контакт на ринзе и все. Это будет очень маленькое устройство. И, собственно, дополненная реальность – это то, о чем говорят руководители Apple, Google, Facebook, Microsoft и прочие компании. Виктор Прокопение еще в детстве увлекся нейроинтерфейсами и искусственным интеллектом. Почувствовал, что именно за этим будущее. В свои 33 у него уже 7 высших образований – офисы в Беларуси, Великобритании и на Кипре. Сегодня Прокопение – безусловный авторитет нашей IT-индустрии. Инвестирует исключительно в завтрашний день. Я считаю, что в будущем, в далеком будущем, ни эти компании не будет. 5% трендов будущего, на мой взгляд, это искусственный интеллект, дополненная реальность, интернет вещей, 3D-принтинг и блокчейн. Трехмерная печать – одно из главных открытий 21 века. Благодаря новой технологии специальный принтер может напечатать практически все, что угодно, даже человеческие органы. 3D-технологии однозначно ждет большое будущее. Таких специалистов уже начали обучать в Беларуси. Эксперты рынка уверены, здесь огромное поле для деятельности. Я абсолютно уверен, что в ближайшие годы 3D-принтеры станут таким же привычным предметом нашего быта, как микроволновая печь. Нам не нужно будет ходить и покупать какие-то бытовые мелочи. Там ложка, вилка, тарелка, стаканчик, я не знаю, ключ. Успешный бизнес сегодня инвестирует в искусственный интеллект. Однако, вопреки мнению, мол, роботы вот-вот заменят людей, эксперты уверены, напротив, в эру цифровых технологий появится больше возможностей для развития. Очень много чего компьютеры, роботы могут делать самостоятельно, но для этого их нужно учить. Чтобы их учить, нужны данные, нужно им что-то рассказать, нужно чему-то научить. Соответственно, получается, что такого рода рабочих мест будет все больше. Очень верю в такой, знаете, не полный искусственный интеллект, а в дополненный интеллект. То есть человеческий интеллект, дополненный искусственно, может создавать гораздо больше интересных продуктов и возможностей. Например, беспилотники. Беларусь может стать одной из первых стран в мире, где по дорогам официально разрешат ездить без водителя. Сейчас беспилотный общественный транспорт можно протестировать в Париже и Питтсбурге. Профессия шофера под угрозой вовсе остаться в прошлом, либо трансформироваться, скажем, в инженера по обслуживанию. Похожее будущее у многих специальностей. Можно ли обойтись без человека? Нет, конечно, невозможно. Это просто другой уровень компетенции, другой уровень знаний. Возможно, в будущем, очень ближнем будущем, не будет агрономов, а будут агротехнологи. Ну, вот это наша последняя разработка. С помощью его мы можем обследовать поля сельскохозяйственные, с помощью программного обеспечения определять степень созревания полей и потом выдавать информацию другим беспилотникам аналогичного класса, которые вылетают в это направление и вносят удобрения. То есть появятся новые специальности и в сельском хозяйстве? Да, появятся агрономы, которые будут использовать в своих агроусадьбах, агрогородках вот такую технику. МЧС запустит беспилотники, чтобы увидеть пожар в лесу или доставить гуманитарный груз. Коммунальщики с помощью квадрокоптеров проверят уборку дорог зимой. Беспилотной уже становится даже журналистика. Наступает эра дронов. Это значит, на рынке труда новые вакансии, в вузах страны новые специальности. Первое, это будет все-таки оператор управления беспилотным летом. Второе, наверное, появится специфический менеджер по использованию вот этого направления. Наверное, логистические какие-то должны появиться центры массовые, где все это дело должно сосредотачиваться, откуда должны направляться, куда материал складироваться. Ну и, наверное, конечно, базы данных появятся, которые надо обслуживать. В том, насколько современные технологии сегодня могут быть полезны, убедилась Полина. Она первая из жителей Держинска, кто установил систему «Умный дом». Ситуация потребовала. Возвращаясь домой, девушка регулярно замечала вещи в квартире, лежат не на своих местах, а со временем и вовсе стали пропадать. Мошенника, к счастью, задержали. Мы приложением настраиваем, называется «Установка сценария». Значит, если срабатывает датчик движения, срабатывает камера. Камера срабатывает, она начинает писать, записывает, делает первый скриншот первого изображения, и далее она пишет 60 секунд. То есть все, что происходит в этот момент в квартире, вы можете видеть у себя в мобильном телефоне? Да. И вообще я могу в любое время, если я даже просто захочу подключиться, посмотреть, так как камера IP-онлайн. Это простейшая начинка «Умного дома». В целом технологии научились включать сигнализацию, выключать все лишние электроприборы, управлять климатом, поливать цветы и ждать возвращения хозяина в безопасную квартиру. «Умный город» — это в первую очередь город безопасный. Эффект от внедрения современных технологий в нашу жизнь мы уже смогли оценить белорусы. Приложение «Помощь рядом» от МЧС неоднократно предупреждало нас об опасных природных явлениях. Штормы, сильные ливни, град, грозы. Ситуация на постоянном контроле у специалистов и оперативно отражается в наших гаджетах. Кроме того, сообщить о внештатной ситуации может и каждый из нас. Доли секунды, и об этом знает вся страна. Точнее, 45 тысяч пользователей приложения и их окружения. В оперативном режиме можем здесь видеть обстановку на ключевых магистралях, на улицах города Минска. Мы можем видеть обстановку по ветру, по осадкам, по температуре, по водковой обстановке, специальные программные комплексы, которые рассчитывают, как будет изменяться эта самая паводковая обстановка. Все это и есть элементы вот этого самого завтра, с которым мы работаем уже сегодня. Все это и есть элементы умного города. Города, где автоматизация упрощается и совершенствует различные службы транспорт и управление движением, энергетику, подачу воды, переработку отходов, ну и, конечно, повышает нашу безопасность. Минский урбанист Дмитрий Бибиков уверен, миру нужны архитекторы кардинально нового уровня. А вот занять их место смогут люди, которые в равной степени разбираются и в проектировании городов, и в инженерии, и в умении управлять. У нас может появиться менеджер по мобильности, у нас может быть стратегическое бюро по мобильности, у нас может и должно появиться бюро по устойчивому развитию, у нас может и должно появиться бюро или отдел урбанистики, который будет заниматься качеством общественных пространств, который будет заниматься вовлечением жителей в определение, какими могут быть эти пространства, которые будут координировать различные службы, различных акторов, бизнес, администрацию, местных жителей. Камеры по всему городу отслеживают перемещение машин, регулируют освещение дорог и работу умных светофоров. Это и есть город будущего, город, которым людям комфортно. Жизнь в городе уже не должна быть просто удовлетворением наших базовых потребностей в сне, в работе, в минимальной рекреации, покупками в магазине. Мы должны получать от нее удовольствие, и не только в наше свободное время. Наше перемещение с работы домой, наш поход за покупками должен доставлять нам удовольствие на уровне визуальном, на уровне комфорта. Созданием новых очистных систем городских водопроводов займется гидролог. Все большее количество отходов будет использоваться в качестве сырья и появятся аналитики по переработке. А дома построят умными как внутри, так и снаружи. Вот эта многоэтажка в лошадце – энергоэффективный жилой дом нового поколения. С виду обычная панелька. Единственная деталь, которая отличает эту новостройку от соседней черной вентиляционной решетки на каждой лоджии. Благодаря специальной системе вентиляции экономия энергии на отопление до 60%. А в доме установлен целый комплекс таких технологий, которые помогут сберечь тепло и сэкономить деньги жильцов. Сейчас у нас построено всего три таких многоэтажки в Минске, Могилеве и Гродно. А вот со следующего года в Беларуси вовсе начнут возводить дома на электрическом отоплении. Это станет особо популярно после запуска атомной электростанции. Это новая для Беларуси профессия. Это персонал, который должен работать на атомных станциях. Перспективы очевидны не только в строительстве, но и в транспортной сфере. На дороги страны выйдут ее мобили, в том числе белорусские. Первый электрокар отечественного производства обещают протестировать уже в этом году. Для города это вообще незаменимо. Двигатель внутреннего сгорания. Сжигая один килограмм топлива, используют полностью на 100% 15 килограмм воздуха. Садя его, брат. Вскоре Беларуси потребуются специалисты с хорошим знанием глобального и белорусского рынков энергопотребления для решения задач энергосбыта. А это значит, и английский не мешало бы подтянуть. Вузы уже прорабатывают возможности новых учебных программ для совершенно новых запросов рынка. Электрическая энергия будет у нас каждым годом требоваться все больше и больше. Потому что она экологически чистая энергия, и все виды силовых установок можно спокойно переводить на электротягу. Но для того, чтобы это всем обеспечивать, потребуется отдельная отрасль – это электронакопитель. Прогнозируется и развитие альтернативной энергетики. Возможно, не в масштабе страны, но все чаще ветрогенераторы, солнечные батареи и биогазовые установки белорусы будут размещать в частных подборьях. Красовика и до костричника абсолютно реально целиком быть автономным в сенсе электрозабеспечения и горячего водозабеспечения. Оттепление нам не потребно в летку, так как это важно. В зимку у нас вырутое невеликий придомовый ветерак. В сфере возобновляемой энергетики во всем мире уже сегодня занято около 10 миллионов человек. Спрос на них по-прежнему высок. Правда, со временем потребуются совершенно новые кадры. Первое – это энергоконсультант. Другое – это, конечно, инженер энергетики, восьминавито в специфике узнавляемой энергетики. Я бы еще назвал такого техничного дизайнера в сфере узнавляемой энергетики, который может различить наибольшую оптимальную систему для даденого западу. Ну и, напевно, это специфичная праця у столевших. Кухня, в которой создают молекулярные шедевры, отнюдь не лаборатория. А вот процесс приготовления – это что-то среднее между наукой и кулинарией. Здесь шеф-повара придают хорошо знакомым блюдам совершенно новые формы и более яркие вкусы. Александр, что вы нам приготовили сегодня? Сегодня я лично для вас приготовил сферы из сметаны и фальшивые черри. Фальшивые черри – это имени моцарелла в оболочке из томатного сока. А по вкусу как натуральное? Да. Ну, это все натуральное, конечно. Насколько это наш сегодняшний день или это будущее? Ну, это больше, конечно, это сегодняшний день, но с расчетом на то, что будет когда-то в Беларуси, скорее всего, это развиваться. Повар в молекулярной кулинарии – это ученый, который работает в своей лаборатории. Здесь одних знаний рецептуры недостаточно. Без знания физико-химических процессов успеха в молекулярной кухне не светит. А со временем и вовсе начнут готовить блюда согласно вашего генетического кода. Составлением индивидуальных меню займется молекулярный диетолог. Анализ генов сегодня уже доступная услуга. Почти 10 тысяч белорусов имеют генетические паспорта. В будущем природная ампулаторная карта может стать обязательной. Ирма Муссе в этой науке уже больше полувека. И если раньше разговоры о генетике не приветствовали, сейчас, говорит профессор, без этой науки будущего не представляет. Сейчас генетика, она настолько входит во все области жизни. Это и педагогица, и медицина, безусловно, и народное хозяйство. И даже и в военном деле всюду генетика – это основа. Сегодня генный код запросто расскажет о ваших болезнях, способностях и талантах. То есть нужны генетические консультанты. Завтра родители будут заказывать внешность и профессию ребенка. Программированием генов займется IT-генетик. В Беларуси уже создан генетический банк национальных команд. Ученые знают, кто на что способен. А вот в будущем в спорте ждут людей со специально подобранным кодом. Получается, что состязаться будут не спортсмены, а генетические технологии. Та страна, которая сможет лучше модифицировать своих спортсменов, та и будет побеждать. Благодаря редактированию генного кода можно будет продлить молодость, развить стрессоустойчивость, вылечить рак и избавить человечество от патологий. Без генетиков не обойдутся криминалисты и агрономы. Белорусские и российские ученые уже запустили союзную программу по генетике. Мир вплотную подходит к совершенно новому укладу жизни, строить который будут сегодняшние дети. Мы свои задумки реализовали, и есть что передать подрастающим поколениям, чтобы они довели фантазии на ближайшие 40-50 лет до более логического завершения. Редактор субтитров А.Семкин